Здравствуйте, я Гончаров Галина Сергеевна, врач-стоматолог в сети клиник премиум класса для детей и взрослых Dental Fantasy. Как подготовить вашего ребенка к его первому визиту к стоматологу? Расскажите ребенку о первом визите к стоматологу как об интересном, но рядовом событии, например, как ознакомствовать с новыми друзьями. Если у вас есть негативный опыт, не стоит рассказывать одному ребенку. Медицина шагнула далеко вперед, и сегодня мы имеем возможность оказывать качественное и комфортное в психологическом плане лечения для самых маленьких. Наилучшим способом будет, если о визите к стоматологу расскажет член семьи, который не боится стоматологов. Расскажите об этом ребенку за день или два. Так у ребенка будет меньше времени для того, чтобы начать переживать или услышать от своих сверстников страшные и ненужные для него истории. Не говорите ребенку о том, что ему будет больно или будет страшно, или наоборот не будет больно или страшно. Мысль о том, что стоматологический прием может быть опасным или больным или требует какой-то смелости, могла и не появиться в голове вашего ребенка до этих слов. Не рассказывайте подробности предстоящих манипуляций. Предоставьте это сделать доктору. Доктор подберет нестрашные, нужные слова для вашего ребенка и расскажет обо всем, что ему необходимо знать. Обращайтесь к доктору по имени. Если ваш ребенок комфортно взаимодействует с врачами, вы можете заранее ребенку сказать, что пойдете к доктору и покажете ему свои красивые зубки. Лучше выбирать утренние часы для визита к стоматологу. В это время ребенок еще не успел эмоционально устать, легче идет на контакт и легче заинтересован какими-то вещами. Для того, чтобы знакомство вашего ребенка со стоматологом произошло наиболее комфортно, готовьте его заранее. Приучайте с самого раннего возраста ребенка чистить зубы. Выбирайте правильную зубную щетку. Зубная щетка должна быть яркой, привлекательной для ребенка. Она должна иметь удобную ручку, которая легко помещается в руке вашего ребенка, иметь ребристую поверхность и упор для большого пальчика. Головка зубной щетки должна быть маленькой, так, чтобы она помещалась в полости рта у ребенка. Высота зубной щетки должна быть сопоставима с высотой детских зубов и охватывать при чистке 2-3 зубика. Самое важное зубной щетки – это ее щетина. Во-первых, щетина должна быть искусственной. В естественной щетине забивается достаточно много бактерий. Во-вторых, щетина должна быть мягкой. Кончики ее должны быть закругленными для более качественной, мягкой чистки и более комфортного воздействия на десну. И третье – количество щетинок. Чем большее количество щетинок располагается в рабочей головке щетки и чем более плотно они набиты, тем более качественная чистка у ребенка. Щетинки в щетке должны располагаться вертикально и иметь одинаковую высоту, либо плавный переход от одной высоты к другой. Меняйте свою щетку и щетку вашего ребенка не реже, чем один раз в два месяца. Будьте здоровы!